Чтобы в другой любой точке Европы увидеть такое же разнообразие геологических форм и структур, нужно проехать сотни и сотни километров. Но на территории Кантабрии есть уникальнейшее место, геопарк Коста-Кибрада, где все это сосредоточено на достаточно коротком участке 20 километров. Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. И я продолжаю вас знакомить с этим уникальнейшим местом, геопарк Коста-Кибрада. У меня уже было одно видео об этом геопарке. Посмотрите два видео назад в моих плейлистах. Вы можете увидеть интересный ролик о самых фотографируемых местах на территории Кантабрии. Это прежде всего пляж Ла-Арния. И там же в этот ролик вошло еще два интересных пляжа, к одному из которых даже невозможно спуститься, потому что нет ни одной тропинки. А я сегодня вас хочу познакомить с тем участком, где находится пляж Вальдаре-Энэл. Это один из самых больших пляжей Кантабрии, протяженностью более трех километров, и другими очень интересными местами. Сегодня ураганный ветер, почти 30 километров в час, который нагоняет волны на океан, но волны достаточно слабые уже на подходе к берегу. И поэтому обычно вот на этом месте, на котором я стою, я наблюдаю, как волны разбиваются, вот эти интересные очень формы скалы. Но, несмотря на то, что в середине океана волна достаточно большая, но на подходе к берегу она теряет все свои силы, поэтому, увы, сегодня большой волны нет. Но у меня в запасе есть заснятые ранее видео, и я их вставлю в этот сегодняшний ролик. Итак, идемте прогуляемся и посмотрим, что же здесь есть интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Вон там, внизу, под этой скалой, расположен пляж Каноявы, один из множества пляжей на территории геопарка Коста-Кибрада. Пляж сложен тончайшим золотым песком, как, впрочем, и большинство пляжей Кантабрии, по которым так приятно ходить босиком. Протяженность этого пляжа небольшая, всего лишь 250 метров, но в период отлива его ширина может достигать практически одного километра. И это любимое место также у местных серферов, поскольку пляж находится как бы в амфитеатре и скал, и обдуваемый всеми ветрами. На скалах, которые во время прилива уходят под воду, растет множество разнообразных водорослей. Здесь также можно увидеть, как растут мидии, морские улитки и множество других морских моллюсков, названия которых порой даже не переводятся на русский язык. Одним из популярных мест, чтобы провести выходной день у жителей Сентандера и его пригородов является природный парк Дюны Льенкрас, который также находится на территории геопарка Коста-Кибрада. Вот, посмотрите, у меня за спиной там большой паркинг, очень много машин, впереди тоже такой же паркинг. Люди приехали сюда для того, сегодня я снимаю в субботу, да, приехали для того, чтобы прогуляться по вот этой сосновой рощам. Дело в том, что для того, чтобы укрепить песчаные дюны, которые находятся на самом берегу океана, почти 100 лет назад, да, в 40-е годы 20-го века, местные жители решили дюны засадить соснами. И сейчас вот здесь находятся на территории этих дюн, практически вековой сосновый бор, но здесь не только сосны растут. Среди сосен здесь также встречается очень много эвкалиптов, и поэтому в такой вот день, как сегодня, да, например, светит ярко солнышко, правда, и ветерок такой приличный, около 20 км в час, который просто здесь, на территории рощи он не так чувствуется, как на берегу, но этот ветер, он помогает распространять просто волшебный аромат, и прогулка в таком месте, это просто оздоровление для вашего организма. Вы дышите океаническим воздухом, вы дышите всеми этими эфирами, которые испаряют эвкалипты, и, ну, кстати, да, видите, у меня за спиной это древесина эвкалипта. Вот эти все ароматы, эфиры, которые испаряют эвкалипты, сосны, это просто волшебный и целебный воздух. Идемте еще погуляем и посмотрим, что интересного есть на территории геопарка Коста-Кибрада в Кантабрии. Коста-Кибрада в Кантабрии Ну, а самым главным фактом об этой сосновой роще, которая находится на территории Адюн-Лиенкрас, является тот факт, что пройдя 600 метров через эту сосновую рощу, сосновый борт, вы попадаете на один из самых больших пляжей на территории Кантабрии, пляж Вальде-Аренас, протяженность которого составляет более трех километров. Это одно из любимых мест серфингистов, которые приезжают в Кантабрию позаниматься этим видом спорта, ну или для местных жителей, для самих кантабрийцев, которые здесь живут и любят заниматься спортом. подпишись в Кантабрия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok